С утра в Центр семейной медицины номер 6 пришли желающие получить прививку. Он открылся одним из первых в пусковом этапе вакцинации. В день здесь принимает до 40 пациентов. Любовь Азарнина пришла прививаться по собственному желанию. Немного переживает, но в целом, говорит, сомнений не было. Прививаться надо, чтобы огородить себя и близких от возможных осложнений от опасного вируса. Попасть на прививку несложно. Главное – перед вакцинацией пройти тщательный осмотр. Если есть хоть малейшие подозрения на обострение какой-либо болезни, то вакцинацию предлагают отложить. Примеры у этой пациентки несколько месяцев назад выявили коронавирус. Сама на врач-иммунолог в одной из поликлиник. Говорит, к прививке полностью готова, но медики решили подстраховаться и предложили подойти на вакцинацию через месяц. Пришла получать вакцина против COVID, но мне не разрешили, потому что я 6 месяцев назад заболела. Через 6 месяцев только. Как я заболела, прошло всего 5 месяцев. Мне рекомендуют через месяц получить вакцину. Для того, чтобы привиться, необходимо подойти в пункты вакцинации. Процедура занимает несколько секунд. Пациенту вводят препарат, а далее – получасовое ожидание. Врачи отслеживают состояние людей. Пусковой этап вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовал 29 марта. Первыми начали получать вакцину врачи. Следом за ними пришла очередь учителей, соцработников, сотрудников МВД, таможенников и пограничников. Защиту получают и люди с хроническими болезнями и тем, кому больше 65 лет. В целом, первый этап прививочной кампании практически выполнен, то есть первая доза получена. Общее количество вакцинированных в Кыргызстане достигло более 10 тысяч. Пришло время переходить к следующему этапу. Первая вакцинация началась 29 марта, и вторая доза будет завтрашнего дня, то есть через 21 день, это 20 апреля будет. На сегодняшний день привито 200 человек, из них 127 – это медики. Остальные – это учителя школ и детских садов. Несмотря на то, что многие люди скептически относятся к китайской вакцине, ссылаясь на низкое качество и эффективность, специалисты уверены, вакцинироваться необходимо. Чтобы взять ситуацию с коронавирусом под контроль, важно сформировать коллективный иммунитет. Вакцины, они самые безопасные, считается, и самый эффективный препарат вообще в профилактике инфекционных заболеваний. Когда иммунная система уже заранее обучается, как бороться, как справляться. Это время такое, значит, до второй фазы 21 дней проходит, потом после второй фазы еще 20 дней, 42 дня получается, да, для обучения этой иммунной системы. Когда человек заболевает, этих дней не хватает. Там буквально 3-4 дня, 5 дней и полная картина заболевания, вплоть до тяжелого состояния. Отметим, что прививка делается бесплатно и только добровольно. Вакцинацию будут проводить в три этапа, которые должны закончиться до конца декабря. 150 тысяч доз китайской вакцины «Синофарм» должно хватить на 75 тысяч человек. До конца апреля в страну поступит и российская вакцина «Спутник Ви». Заявка одобрена на 30 тысяч доз. Мирьма Албекова, Сама Дуля Токунов, 5 канал.